Обошлось ему примерно в 200 тысяч рублей Мы едем со скоростью примерно 40 мм, газ в пол 15 лет, что вы хотите? Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет с вами горячая тема Ведь я подготовил для вас очень интересную машину Речь пойдет сегодня про японский автомобиль с правым рулем Сделанный непосредственно для внутреннего рынка Многие из нас говорят и спорят о том, что все, что собирается в России, это говно Вот для себя, любимых японцы, делают всегда все самое лучшее Мазда Аксела 2003 года у нас сегодня довольно-таки редкий автомобиль Этих автомобилей всего было выпущено 1200 штук Из них 500 с автоматической коробкой передач, как в нашем случае И 700 с механической коробкой передач Выпускался этот автомобиль с 2003 года по 2004 год, всего один год Обо всем по порядку Сегодня мы поговорим о надежности японских автомобилей О рентабельности их О спросе их на сегодняшний день на нашем рынке В общем, не переключайтесь, я думаю, будет интересно Поехали! И начнем мы в первую очередь с названия Аксела Что в переводе с английского можно разделить на два слова Как ускорение и превосходство Просто красивое название для внутреннего рынка У нас же этот автомобиль больше всем известен, как третья Мазда Они на самом деле незначительны, но как обычно Будут включаться решетка радиатора Будут различия по противотуманкам И то же самое будет различия с задней части автомобиля в виде фонарей Если присесть в интерьер автомобиля, конечно же, тоже будут различия У нас речь идет про топовую версию И в этой версии в 2003 году уже стоялся навигатор Вот машина, пригнана в Россию Здесь этот навигатор не нужен, потому что он был непосредственно японский Стоит отметить, что большинство может сказать, что Мазда Это тот же самый Ford Focus 2 Второе, на самом деле платформа действительно единая Также эту платформу можно встретить на автомобилях Volvo S40 Как вообще этот автомобиль попал к нам? Ну, как обычно, один из акционеров канала присылает мне вечером фотографии И говорит, смотри, что я себе купил Автомобиль он присылает с открытыми номерами И пока у нас с ним шел диалог о том, что вот, можно будет снять Я копирую номер, захожу на сайт Автокод, забиваю его И я уже смог посмотреть всю историю автомобиля Вот многие говорят о том, что есть другие сервисы, где ты можешь сделать Нет никаких других сервисов Я вам объясняю, почему Это единственный сайт, который на территории России Может показать всю историю автомобиля по госномеру Вам не нужно вводить ВИН-номер Вам не нужно ничего регистрироваться Вы просто заходите, вбиваете номер автомобиля Оплачиваете и получаете всю информацию Какую информацию я сразу увидел? Ну, во-первых, то, что автомобиль был ввезен в Россию в 2008 году До этого 5 лет он откатался на территории Японии И после этого его началась здесь судьба Естественно, такие автомобили никто у официальных дилеров не обслуживает И вот только когда наш владелец его купил Он указал, что пробег автомобиля по одометру был 192 тысячи Впроследствии он подтвердился И, собственно, теперь он здесь отображается Хочу отметить для объективности Что, вот, к примеру, так как автомобиль нигде не обслуживался Это все был гаражный ремонт В процессе осмотра уже было выявлено, что был крашен передний и задний бампер Все В дальнейшем, когда они смотрели автомобиль Он не был ни бит, не участвовал ни в каких жестких ДТП Ни перевертыш, ни утопленник В этом все было честно Автокод, ссылку на них оставляю в описании Это будет удобно всем тем, кто подбирает себе автомобиль на вторичном рынке И наш автомобиль, как и многие другие, был везен до появления Пошли В Владивостоке, я вот если приехать в этот город с огромным удовольствием хочу его посетить Знаю одно, что там 90% автомобилей непосредственно с правым рулем На момент 2003 года в комплектацию уже шел ближний, дальний к ксенон Противотуманки были обычные, галогеновые На сегодняшний день, естественно, автомобиль дорабатывается И все здесь уже со светом решено Вот смотрите, что я вам хочу рассказать Почему владелец автомобиля вообще посмотрел на эту машину Непосредственно его здесь привлек двигатель Здесь стоит двигатель объемом 2,3 литра Довольно-таки редкий мотор Вот в России у нас очень часто можно встретить 1,5-2 литра Но 2,3 это действительно редкость И не побоюсь сказать, что таких автомобилей непосредственно с этим двигателем По пальцам перечитать на территории России В первый же день, как только автомобиль появился на продажу на вторичку Приехала, продавала девушка Причиной продажи, скорее всего, для нее стала именно некорректная работа коробки Были жесткие тычки в переключении с первой на вторую Так вот, приехав к ней, был, естественно, только у капота И автомобиль ему предложили забрать за 220 тысяч рублей И вот давайте посмотрим, что мы получаем за эти деньги 214 крутящий момент, 171 лошадиная сила Найти паспортный разгон этого двигателя на самом деле довольно-таки проблематично Полазили по интернету, можем предположить, что здесь примерно стоковый разгон был 9 секунд Заявленный паспортный вес автомобиля 1 тонна 260 килограмм Естественно, владелец, как только его купил, загоняет его на осмотр И что выясняется? То, что, по сути, автомобиль-то нужно полностью дорабатывать Менять подвеску, перетрихать его И таким образом начинается ремонт Почеркиваю, 220 тысяч он отдает за покупку автомобиля В первую очередь, как вы слышали вначале, он поменял себе также выхлоп Выхлоп обошелся ему в 50 тысяч рублей Все, что связано с двигателем, подкапотным пространством, тоже было заменено Все масла, все жидкости, все было поменяно В том числе была полностью перебрана ходовая часть Рычаги, ступичные подшипники, в общем Вот на сегодняшний день, если машину сейчас загнать на подъемник Она, по сути, в идеальном состоянии Выкладываться сюда больше не нужно Можно кататься, передвигаться, ну и, как обычно, менять только масло, фильтра Но вот все вот эти вложения, включая музыку Все его маленькие доработки, электрику он поменял по машине Обошлось ему примерно в 200 тысяч рублей Друзья, вы должны понимать, что вот в эти 200 тысяч Вошло практически все, что можно было сделать с этим автомобилем Не нужно думать, что там поменяли тормоза, поменяли тормозные колодки, фильтр, все Здесь было поменяно, подчеркиваю, практически все И к чему я это говорю? О том, что надежность, японское качество За любым автомобилем нужно следить Пять лет покатался он в Японии, приехал в Россию И наши девушки катались, я думаю, вряд ли они с ним вообще что-то делали В лучшем случае они там только меняли масло и все Значит, что мы имеем с этим двигателем? Вот 2,3 литра Многие говорят, отличный двигатель, самый лучший Владелец его тоже покупал, потому что он ему приглянулся Это реально двигатель с большим потенциалом Но про этот двигатель многие пишут о том, что есть проблемы с масложором И как обычно начинается очень много появляться экспертов, которые рассказывают Что это, например, связано с маслосъемными кольцами Непосредственно их ресурс 100 тысяч Проходит и надо менять сразу маслосъемные кольца, чтобы не было жора Тем не менее, вот что я вам хочу показать Ни в коем случае не реклама, даже вообще вы такое масло Еще поискать вам придется Вот это оригинальное масло Думицу Он его купил по рекомендациям также вот людей, которые владеют такими автомобилями Кто фанатеет от этих марок Значит, это непосредственно японское масло, которое продается, по сути, для внутреннего рынка Вот он начал его заливать в двигатель Жор, как он, говорит, ушел В любом случае, по регламенту заложено так, что на тысячу километров допускается практически 800 грамм В его случае, вот он ездит, проверяет, там, последний раз, он говорит, за 1200 было там съедено, скажем так, 350 грамм Что совсем немного, при условии того, что он на машине гоняет Вот какая суть и задача покупки этого автомобиля? Ну, естественно, сделать тачку, как говорится, пушку, гонку для себя Человек любит Мазду, человек любит вообще японский автомобиль, вот в первую очередь, именно с правым рулем И поэтому появилась возможность, вот на секундочку, сегодня у него готова эту машину запросто забрать за 450, 500 тысяч рублей А все почему? Потому что есть у каждой марки, у каждой модели фанаты Вот этот автомобиль реально можно доделать и сделать из него очень хороший автомобиль в плане гонки Многие говорят то, что металл очень тонкий, это реально характерная особенность автомобиля Жесткая подвеска, но при всем при этом автомобиль лучше разгоняется, лучше держит дорогу Реально настройка подвески сделана по такому принципу, чтобы ты мог комфортно чувствовать себя на большой скорости И удобнее тебе было комфортнее маневрировать Данные двигатели работают в паре с четырехступенчатой автоматической коробкой передач Вот, как я вам сказал в самом начале, владелец, когда покупал автомобиль, были жесткие рывки, толчки При переключении с первой на вторую, ну и с второй на первую И как вы думаете, как был решен вопрос с коробкой? Он загнал ее на сервис, где ему разобрали коробочку, почистили, поменяли, новый фильтр поставили Все промыли, дали по грамотному стечь масла собрать, то есть герметизировали обратно В общем, все было сделано, собственно, как вот говорится, по учебнику, прям вот по цифрам Все, после этого коробка стала работать исправно Цена вопроса составила 10 тысяч рублей И вот основное желание владельца автомобилей сейчас в первую очередь внедрить сюда механическую коробку передач Шестиступенчатую Вот точно такой же двигатель, по сути, плюс-минус ставится на версии МПС Там идет дополнительно турбина, он мощнее, он вжаривает гораздо лучше Но если заморочить, сюда также можно поставить турбину И по сути это будет схожий автомобиль именно с МПС За что любят японские автомобили? Ну, в первую очередь, конечно же, за надежность Надежность раз Во-вторых, недорогое содержание Кто бы что ни говорил, вот, Мазда, дорогие запчасти на сегодняшний день Про это уже можно не говорить Но ремонт автомобиля на сегодня может потянуть каждый работающий человек Что интересно, несмотря на то, что это японские автомобили, все равно есть косяки Как вы знаете, Япония, страна восходящего солнца, находится возле моря И там к коррозии автомобили всегда относятся гораздо внимательнее Их стараются делать лучше, оцинковывают Но, тем не менее, смотрите, вот 15 лет автомобилю Вот такого рода косячки, скольчики, появление коррозии Есть уже абсолютно по всему автомобилю по кругу Но к чему это можно отнести? Непосредственно к тому, что была небрежная эксплуатация со стороны предыдущих владельцев Ну и с другой стороны, годы берут свое 15 лет, друзья Никакого чуда не бывает Если вам кто-то будет рассказывать о том, что вот, можно купить праворукового японца Проездить 20 лет и поменять на нем только колодки, один раз масло Ну, понятное дело, все это бред За любым автомобилем абсолютно нужно следить Подвеска у нас передняя, независимая, типа Макферсон со стабилизатором Диски передние, тормозные, идут вентилируемые Но в любом случае уже в ближайшее время владелец их будет менять Полностью тормозную систему ставить от МПС Задняя подвеска идет независимая, многорычажная Там идет 4 рычага на одно колесо И также идет дополнительный стабилизатор Даже сейчас полностью перебрали ходовую часть Все равно езжаешь во дворы Машина реально очень жесткая Прыгучая, клиренс у нее 145 мм В Японии эти автомобили можно было найти и на полном приводе Что смущает больше всего непосредственно жителей России Ну, конечно же, это наличие правого руля Потому что до сих пор входит мнение, бытует мнение Что вот неудобно ездить на этом автомобиле Неудобно его эксплуатировать, неудобно обгонять Друзья, ну, 10-15 лет назад, когда ты едешь по трассе Была одна полоса в одну сторону И встречная полоса единичная, естественно, было неудобно Даже я помню, там, лет 7 назад у меня у друга была Toyota Mark II И вот мы с ним катались, значит, там было полностью затонировано Ну, можно было тонировать Я сидел на этом сиденье с левой стороны И постоянно, ну, что там, ну, что там, есть кто, есть кто Это означало то, что я должен был выглядывать вперед, смотреть, есть ли кто на встречке Парковаться удобнее реально Ну, смотри, ты подъехал к тротуару, все, запарковался, вышел спокойно Сзади находится детское сидение Соответственно, также удобнее ребенка перевозить Сажайте его с тротуара, безопаснее Более того, как вы знаете, самое безопасное место, как правило, находится за водителем Если ты вдруг, не дай бог, в какое-то ДТП влетаешь Ты будешь ходить правее Соответственно, вот эта часть пострадает гораздо сильнее, нежели чем вот правый руль Вот обратите внимание на состояние отделочных материалов Вот даже та же самая ткань Это все родное, никто здесь ничего не делал За исключением того, что здесь только была проведена полностью химчистка салона Естественно, есть потертости по пластику Он дубовый, он никакой там не сверхмягкий Ну, а вот посмотреть на автомобиль, тогда, когда он начищен Реально состояние очень хорошее Руль родной, как вы видите, есть потертости Ранее вот здесь устанавливался, подчеркну, навигатор Но этот навигатор в России не имеет никакого смысла Потому что он был непосредственно на японском языке Ну и, собственно, на нем показывались только японские карты Но сам по себе автомобиль, естественно, банка Никому не стоит думать о том, что вот, японец, значит, лучше У них фига здесь никакой шумоизоляции нету И никогда ее не было Просто многие думают, что в Японии шумоизоляция будет гораздо лучше Нифига, все то же самое Посмотрите, пожалуйста, сзади места Пространства реально маловато, тем более, например, для меня Вот я ростом метр восемьдесят шесть Передвигаться по городу, я специально чуть сиденье подвинул вперед Будет комфортно Посадил ребенка, пристегнул его, все там, в садик отвез и так далее Кататься можно, самое главное, подчеркиваю, что цена автомобиля изначально 200 тысяч рублей практически Но вложиться приходится, и поэтому ты покупаешь автомобиль за 400 тысяч рублей в хорошем состоянии Я бы сказал, даже можно сказать, уже в идеальном И он у тебя всегда будет на ходу Переделана выхлопная система Магнафлоу, я думаю, многим из вас звук понравится Не знаю, как передаст его камера, но в реале действительно очень так хорошо басит Особенно, когда выошел до отсечки Диски колесные тоже заменены, они очень легкие Это не оригинал, но тем не менее смотрится очень достойно Изначально диски стоковые идут с завода 17, но они гораздо тяжелее Вот эти диски реально можно вот на вытянутой руке держать То есть они очень легкие, и это свой плюс Вот обратите внимание на задние фонари Изначально у нас в России всегда идет дополнительный стоп-сигнал То есть один фонарь идет красный, другой идет белый Здесь же сделано гораздо интереснее и симпатичнее, ну потому что свои правила внутренний рынок Какой косяк у этих фонарей? Вот еще с 2003 года они могли потечь, сюда попадает вода И самое что интересное, вот даже владелец это рассказывал, вода попадает в багажник Она уходит вниз И вот здесь если посмотреть, вот пожалуйста, вот покажи, постарайся Идет коррозия, а все от чего? От того, что здесь была вода Как вы видите тоже, да, вот тряпочка, внутренний пол Ничего здесь какого-то сверхъестественного нету У японцев для внутреннего рынка что самое главное? Это гораздо выше безопасность Здесь изначально этот автомобиль идет, у него множество вспомогательных систем электронов Которых, например, в нашем случае будут доступны либо в топовых версиях, либо не будет вообще Ну и соответственно техническое оснащение, то есть укомплектованность автомобиля В этом разница есть Стоит дополнительно музыка Ну, сами понимаете, автомобиль делается для того, чтобы на нем можно было вечером выйти И, как говорится, дать жару Что, собственно, мы сейчас вместе с вами и сделаем Что он из себя представляет, я думаю, вы понимаете Японец, 15 лет, вот давайте прокатимся и посмотрим, какие будут впечатления от автомобиля Из четырехступенчатой коробки передач с переделанным выхлопом и двигателем 2.3 Который на сегодняшний день довольно-таки редкий Друзья, мы с вами присаживаемся в автомобиль и делаем пуск Выхлоп стоит прямоточный Поэтому звучит он на самом деле достойно Даже сидя в автомобиле Слегка подаем, уже интересно Самое, что важное, это когда ты делаешь выхлопную систему себе переделываешь Чтобы вместе с ней ты переделывал сам автомобиль Чтобы он реально начинал ехать А то некоторые, знаешь, сделают этот выхлоп себе поставить Он орет, пердит на весь город А ехать машина не едет Ну что, давайте с вами проедемся, прокатимся Давненечко я не ездил на автомобилях праворуких Никакого дискомфорта, не чувствую Такое сечение, как будто каждый день на нем катался Уверен, что многие из вас вообще никогда в жизни на автомобиле с правым рулем не ездили Мы едем со скоростью примерно 40 км, газ в пол Подрыв есть На самом деле динамики вот именно по спидометру не ощущается Он начинает разгоняться Но вот именно такой происходит рывок Первый, когда ты прям даешь газку в пол Что прикольно Это именно звук выхлопа Многие люди обращают на него внимание Вот мы едем, газку только дашь, тебе сразу Опа-на, пошла, пошла ракета Автомобиль реально срывается с места Но вот ему действительно не хватает динамики Что сейчас человек делает с этой машиной? Под него готовят прошивку на коробку Он уже нашел людей, которые возьмутся за то, чтобы убрать автомат И поставив 6-ступенчатую механику Это реально будет геморройно Но это сделать можно Сюда можно также воткнуть турбины Турбины, ребята, бывают разные, все вы об этом знаете Есть турбины и за 30 тысяч, и за 50, и за 100 И гораздо дороже Все это сделать можно, вопрос времени и цены На этом автомобиле реально хочется валивать Нет никакого желания есть на нем потихонечку Вот выхлоп дает свое Вот просто психологически заставляет тебя постоянно Дубасить в пол Тормозов, естественно, не хватает По идее сегодня вечером он поедет и впереди Встать от МПС Мы проехали лежачий полицейский Он пластиковый, самый такой дубовый И чувствует то, что машина жесткая Но при этом машина реально очень хорошо рулится Не буду ее сейчас влево-вправо бросать, чтобы вам просто было приятно смотреть Но жесткая подвеска реально Блин, выхлоп, конечно, пуля Звук очень приятный Вот он лежачий Раскакиваем Ну вот двадцаточка газку в пол Вот 6 тысяч оборотов Она просто Ну, орать начинает после 4 тысяч Но самое, что интересно Коробка реально работает исправно Ничего здесь сейчас не пинается Нет никаких неприятных рывков Казалось бы, все, что сделали Это просто поменяли масло Но на этой тачке ощущаешься каким-то Домиником Торетто Оп Оператор наш немного улетел Ездим по-хорошей В принципе, дороги сами все видите Но незначительные стыки Незначительные выбоины Заплатки на дороге Машина Вот весь этот контур повторяет сразу Уверен, кто-то другой бы сказал И привел бы пример из серии Все уходит в позвоночник Мне кажется, что мой позвоночник сейчас осыпется Некомфортно, неудобно Для этого автомобиля Для того, под какую езду он настроен изначально Эта подвеска отлично работает Одним из главных вопросов, которым можно задаться А стоит ли покупать этот автомобиль А вообще для чего их покупают Ну я считаю, в первую очередь Это те, у кого действительно нет денег А машина нужна Покупая японца Который был везен еще до Porsche Ты реально можешь сэкономить денег Содержать его тебе будет менее накладно На каждый день машину Vogue хватит Ну и с другой стороны Вот покупая такого рода Mazda Или иные автомобили Их можно делать именно для спортивной Более динамической езды Позрывается машина с места Реально очень круто В чем основная проблема таких автомобилей? Да тупо в том, что здесь правый руль Не каждый готов за него садиться У всех ощущение есть, что Управляя праворукой машиной Это дико неудобно Это небезопасно На сегодняшний день Вот отправляясь из Москвы Куда-нибудь, я не знаю, в Краснодар Три полосы в одну сторону То есть все разделено Дороги стали гораздо лучше Управлять этим автомобилем в городе Нет никакого напряга Все, что нужно Это недельку покататься Максимум, там, две, не знаю Привыкаешь к автомобилю сразу Да, поначалу можно путать органы управления Ну, допустим, я хочу включить себе поворотник Включаю вместо этого по привычке дворники Ко всему остальному быстро привыкнешь То же самое с эргономикой автомобиля Вот все, что здесь есть, всем вам понятно Объяснять не нужно То есть вся разница заключается только в том Что, ну, в другой стороне Не левостороннее движение, а правостороннее Ну и так далее Сказать, что он гораздо лучше там по сборке Ну, вот я сажусь с него Я особой разницы не вижу Какого-то изыска здесь нет Ну, это и машина-то, собственно, С-класса Там, это недорогой автомобиль Это чисто, знаешь Для студента какого-нибудь Для менеджера молодого Для молодой девушки Сел, завел, отправился на работу Музыку поменяли Долбит она на самом деле хорошо Но за счет того, что дверные карты пустые И вообще машина вся такая банка Знаешь, когда врубаешь его Буфер начинает долбить И получается такой эффект Потому что у тебя вся машина такая Бу-бу-бу гуляет Смысла никакого Нету включать Потому что вы сами прекрасно понимаете Что на камеру Там через телефон Через компьютер Не получится передать Друзья, многие не купят этот автомобиль Только из-за того, что рулем Находится с правой стороны Можно ли считать эти автомобили Японского происхождения Надежными или сверхнадежными Относительно да Если все это время Он находился у владельцев Которые с руками Которые любят машины И которые за ними следят Как вы видите в нашем случае На нем ездили девушки Никто за ним не следил То есть было непосредственное отношение Поэтому владельцу Пришлось перетряхнуть его По сути полностью 15 лет Что вы хотите Особую ценность в нашем случае Представляет двигатель Объемом 2 и 3 литра Которого есть очень хороший потенциал Внешний вид автомобиля Несмотря на то, что 2003 год выпуска До сих пор актуален У этого автомобиля Есть самое главное И самое важное Для его владельца У него есть душа Покупая этот автомобиль У него горели глаза И на сегодняшний день владея И зная, что у него По нему идут грандиозные планы Он естественно С удовольствием встает на работу Отправляется Зарабатывает денежки Чтобы сделать из этого автомобиля Скажем так Автомобиль мечты Друзья Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Ставьте дизлайки Подписывайтесь на инстаграм канал Высказывайте ваше мнение В комментариях Если у вас есть интересный автомобиль И вы хотите про него рассказать Вся контактная информация Со мной в описании У меня на этом все Всем до новых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok